так пошла запись всем привет приветик приветик сегодня интересный будет эфир потому что он практически последний по практической части вязания нашей юбки сегодня я вам покажу как мы юбку будем сшивать но потом еще отдельные дополнительные всякие штучки я проделаю завтра в прямом эфире потому что я не успела доделать свою юбку она у меня еще на стадии даже недовязанной на недовязанной стадии потому что я так пояс и не закрыла решила что все-таки лучше проверить ваши домашние задания это будет важнее правильнее чем сшивать свою юбку вот но я сделала влажно-тепловую обработку решила что ничего страшного если я со спицами или сделаю ничего не случится вот для того чтобы сегодня сшить эту нашу юбку потому что тянуть уже некуда многие девочки уже заканчивают конечно это не большинство все равно большинство участниц еще в процессе но многие девочки заканчивают и я думаю что важно показать на последней неделе все и дать вам время на то чтобы вы заканчивали свою работу вот как раз таки сегодня мы практически закончим завтра тогда я вот эту вот верхнюю часть я ниточкой с иголочкой я ее закрою и в прямом эфире завтра я еще доделаю юбку потому что тут есть у меня некоторые места которые совершенно не доделаны доделаю ее с вами также проверю изнаночную сторону потому что помним мы проверяем изнаночную сторону чтобы никакие кончики не вылазили это уже после в этого и также я и ставлю резинку вот это самое главное вместе с вами хотела ее вставлять сегодня но нет все таки не на мне не готова резинку будем вставлять завтра такой план у нас на эти прямые эфиры сегодня будем сшивать если у вас будут какие-то вопросы или они есть там по поводу интенсива по поводу абсолютно всего что мы с вами делаем вы задавайте пишите буду отвечать потихоньку но мне тут нужно сшить ее и самое интересное вот почему я грела что будет интересный эфир самом начале самое интересное что я провела некоторые эксперименты впервые в жизни и они действительно ну подтвердились до подтвердились мои догадки потому что специально я так никогда не делай то если были какие-то у меня ошибки то да но специально нет короче говоря я разложила свою юбку и сегодня вообще в принципе я ее не переворачивала я ее положила в тень и на полотенце и уехала я намочила положила в тени уехала его только сейчас вечером я ее оттуда забрала и да действительно оказалось что все то что я вам говорила раньше она так и есть я говорила это на своих ошибках когда какие-то мне ошибки случались но сейчас я сделала это намеренно во первых я юбку не переворачивала не перекладывала с вот этого мокрого полотенца на более сухое и что у меня получилось у меня юбка имеет несколько заломов заломы от полотенца потому что полотенце я складывала в два слоя и вот один слой полотенца он находил на 2 и вот на этом стыке где у меня полотенце находила одно на другое у меня залом на юбке то есть видно да что как будто юбку в два слоя сложили и так и высушили ой я на привет я тебе помашу очень рада тебя видеть тут это первый мой был эксперимент но это я делала не специально я просто эту юбку не переворачивала в течение дня а второй эксперимент я сделал специально и для меня это оказалось действительно большим шоком но я надеюсь что я все исправлю потому что мы еще будем паром обрабатывать юбку я положила под юбку специально моточек пряжи такой плотненький моточек с пряжей и таким бугорком она у меня немножко легла я хотела посмотреть как она высохнет я ее подымаю она мне будет ровненько или этот бугорок останется но да так и есть на самом деле как я вам и говорила раньше бугорок остался то есть действительно как вы выложите юбку в мокром состоянии в таком состоянии она у вас высохнет если вы выложили ее криво она так криво и высохнет я не не только про юбку говорю а вообще в целом провязанное полотно если вы как-то разложите растянув то так растянутом состоянии у вас полотною и высохнет вот то же самое у меня случилось юбка из этих ударов сейчас я или так вам покажу или уже когда переверну камеру вот этот бугорок я его нашла давайте так покажу посмотрите вот он видите вот видите я просто положила маленький моточек пряжи он у меня был с лобковый такой очень плотный маленький моточек пряжи под мокрую юбку и она у меня высохла я говорю что я весь день ее не переворачивала просто лежала она у меня в тени и высохла она у меня вот тоже с таким бугорком я надеюсь что я это исправлю когда я буду еще паром обрабатывать и все будет в порядке но на самом деле вот имейте ввиду что как вы разложите вязанное полотно таким она у вас и высох моя красота сейчас мог на степенькой водички ура я очень рада что вы довязали так добрый вечер это вот мои эксперименты были саша напомню пояс вяжем каким номером спиц как основное полотно или меньше я вижу тем же номером спиц но стараюсь очень плотно вязать если у вас плотно не получается если в целом ваша вязаная полотно не очень плотно тогда берите потоньше спицы чтобы было прям вот петель как петельки особенно это касается какого-нибудь полу хлопка или хлопка или какого-то тонкого чего-то тонкую нитку какую-то если берете потому что ну при растяжении когда вы будете надевать или носить юбку а новостом подрастянется в этом возможно поправитесь это же на талии подрастянется это будет заметно что петли растянуты возможно даже будет видна резинка которую вы вставили если она особенно какого-то контрастного цвета то есть все-таки поясок должен во-первых держать форму это уже заикать должен во-первых держать форму во вторых не должен просвечиваться так все вы поздоровались давайте я буду переворачивать камеру и будем сшивать пару можно исправить ноуте тоже думаю поэтому мне не переживаю специально делал эксперименты как на своей юбке чтобы ничего не испортить другого тяжелым хб растянется можно присобрать ну конечно когда у вас мокрая особенно хлопка это считаю касается когда у вас мокрая полотно вы можете как угодно его разложить вы можете растянуть его до 100 сантиметров шириной она вас таки высохнет вот ну не прям 100 будет но будет широко попало что-то в глаз от юбки какой-то ворс вот и точно так же вы можете присобрать это полотно немножечко так знаете ручками а вот оно как пластилин особенно хлопок при собрать что петель как петельки было это же хлопок высохнутого с таком состоянии так приятно что ты еще помнишь мои аватарка конечно сиолетовенькую полный я на чтобы успеть беру на работу вязание чтобы хоть чуточку продвинуться сегодня оставила вязание там его ужас у меня простой а я представляю как это обидно ну завтра повяжите на работе да я думаю переверну камеру и все и будем сшивать я очень хочу сегодня это доделать чтобы завтра уже окончательно и и полностью подправить и хочу носить потому что у нас такая жара в этой юбке уже будет жарко я надеюсь что у нас немножко похолодает чтобы чтобы ее немножко повысить в общем пишите свои вопросы свои впечатления по поводу интенсива может быть у вас какие то есть пожелания все буду читать и выслушивать камеру пока переворачиваю вот моя юбка уже рассмотреть это уже она после этого мне кажется что петельки стали ровнее не знаю но я это вижу может быть в это тоже увидите и еще что я хотела сказать вас как бы предупредить что я вот вчера с вами как сделала чуть-чуть счет повыше да с вами вчера как сделала вот эту вот поубирала видно не видно не могу понять вот так да видно вроде поубирала кончики но кое-где не их еще не убрала и к сожалению я так все и оставила поскорее сегодня утром так поскорее сегодня утром я ее намочила чтобы нам не высохла кофиру поэтому тоже еще один эксперимент посмотрим некоторые у меня кончики убраны до этого некоторые будут убраны после посмотрим тоже что из этого получится ну что давайте сшивать сшиваем сверху вниз потому что тут пояс и будет удобнее что сделать с поясом я уже давайте завтра расскажу потому что он у меня тут не закончены как тут ниточки попрятать тоже все расскажу завтра сейчас самое главное вот этот шов сделать до когда вяжешь становишься странный хочется чтоб стало прохладнее на улице точно все нравится спасибо за компанию а я очень рада похолодает как раз поносишь но завтра обещают у нас плюс 16 дождь вчера и вчера сегодня было плюс 22 то и по моему до плюс 25 доходило и очень было жарко а вот завтра как раз похолодание ну что начнем что нам нужно для сшивания но я уже про иглы рассказывала да как иглы вы выбираете такие какие удобные вам крючок естественно крючок у меня в принципе их у меня мало у меня есть крючок толстый и тонкий вот этот у меня толстым я обычно все ниточки и прячем но естественно ножницы чтобы отрезать ниточку так нам повезло еще снег лежит ой 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 я не представляю плюс 22 это было по прогнозу но обычно гораздо жарче бывает потому что на солнце но точно плюс 25 это и больше было очень было жарко я даже посмотрю наверное погоду после после эфира и посмотрю сколько у нас все-таки было все отлично первый раз вязала им тарси и очень понравилось сашенька спасибо ух я рада находим здесь рыженькую ниточку потому что нам нужно сейчас сшить рыжий цвет и находим эту ниточку которая у нас вот прям ну вот это мне кажется подойдет которая у нас от начала резинки так на ю тубе не видно вот она от начала резинки идет я ее и беру тут у меня ниточек еще много каких-то вот эта ниточка у меня я ставил того чтобы верхнюю часть 6 здесь еще мне какие-то ниточки пока ничего не отрезаю пока просто складываю лучше мы отрежем все в конце но ищу я более удобную для себя самая удобная то которая идет от пояса вот это значит буду сшивать просто беру иглу вставляю ниточку в иголочку и буду потихоньку сшивать сшиваем и с лицевой стороны выкладываем юбку на лицевую сторону а тут тоже не доделала видите дырочки еще и здесь я ищу самое важное найти кромочные петельки и тут когда у нас поясок вот еще одна ниточка ее можно подтянуть и на изнаночную сторону мы ее вот так оставим здесь когда мы у нас начинается поясок самое важное не оставить никакой дырочки очень тщательно все сшить вот прям вот тетелька в тетельку чтобы петель как петельки было поэтому я вот здесь помните у нас были кромочные эти кромочные у нас перешли в рабочие петли и мы вязали дальше ими пояс вот у нас это идет петелька и на потом переходит в кромочную я ищу примерно то место где вот она у нас между кромочные между петелькой вот тут и вставляю я иглу так вот вы видите вот моя рабочая петля идет я вставляю иглу так сверху вниз до от верха к низу между рабочей петелькой между кромочной вот так вставляю и протягиваю затягиваю хорошо теперь я тоже самое делаю на этой стороне вот моя идет кромочная петелька которая превратилась в рабочую на поясе вот дальше у нас она пошла кромочная а вот моя рабочая петля от юбки я вставляю иглу между кромочные между рабочие ну вот я вставлю вот так чтобы у меня здесь никакой дырочки не было вставила подтянула здесь у нас как бы да на поясе как бы должны теперь появится ниоткуда две петельки вот они у нас это кромочные петельки они появились все супер тут мы дальше потом все спрячем ниточки все будет хорошо затянули чтоб не было дырочки и дальше мы обязательно находим рабочие петли юбки самую крайнюю лицевую и кромочные петли кромочные петли из-за того что лицевая гладь у нас закручиваются если мы вот так перевернем немножко кромочные петли у нас в два раза длиннее чем рабочие потому что кромочную петельку в одном ряду мы снимаем до вначале ряда 1 длинная кромочная равна двум рядочкам вот рабочих петель нам очень важно найти именно кромочные петли чтоб цеплять нашу иглу между рабочими и между кромочными это залог успеха если вы будете где-то вот тут в серединке цеплять ниточку до иглой то у вас получится очень грубый шов плюс вот тут минус пол сантиметра тут минус пол сантиметра тут у вас уже юбка будет гораздо уже чем нужно поэтому ищем кромочные вот и кромочные рабочие и вставляем между двумя кромочными нашу иглу сверху вниз и смотрим внимательно где у нас рабочие подтянули здесь можно внимательнее подтягивать чтобы у нас оставались на лицевой стороне только рабочие петельки чтобы ничего не цеплялась дальше смотрим тут тут я добавляла ниточки поэтому петли немножко раскляпанные на если ниточки мы подтянем все у нас затянется это мы потом с изнаночной стороны сделаем самое главное найти кромочные рабочие петельки вот переворачиваем вот наши кромочные перевернули так вот у нас пошла рабочая петля тоже вставляем между двумя кромочными здесь я наверно подтянул потом хорошо вот вставили и затянули затягиваем и не сильно но затягиваем в то же время так чтоб кромочную нас полностью исчезли и две рабочие лицевые петельки оказались рядышком дальше я перехожу к этой стороне снова вот моя рабочая петля вот кромочные если я внимательно переверну вставляя иглу между кромочных вот рабочие вот кромочные и затягиваю вот снова мои рабочие встретились теперь с этой стороны еще рабочие еще кромочные помним кромочные в два раза длиннее ставила между кромочными подтянула вот у нас еще лицевые петельки встретились и в целом уже начинает исчезать наш шов его уже почти не видно вот эта петля у меня растянутая потому что здесь ниточку я добавляла мы это все затянем все будет в порядке дальше чередуем теперь вот слева цепляем затягиваем видите уже шок фактически не видим дальше теперь справа цепляем и затягиваем и здесь пока у нас идут еще терракотовый цвет можно еще терракотовым цветом и здесь цепляю между кромочных затягиваем но вот у нас уже получается уже шва почти не видно так сейчас почитаю что вы пишете у нас минус 5 сугробы ой 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 у нас жарище на солнце кажется что все 30 градусов боюсь даже в хлопковой вязаной жарко будет вот мне кажется что у нас сегодня плюс 30 было но и не уверена у нас плюс 10 тепло я сшивала снизу потому что когда начинаю с сверху у меня неравномерно соединяется полотно а снизу петля к петле я так всегда сшиваю просто мне так удобно кому как удобнее да это называется матрасный шок вроде бы вроде бы да я не часто в названиях не сильно я вам показываю как сделать аккуратно и все как называется возможно да для меня далеко ничего не видно посмотрю на ю тубе хорошо сейчас две половинки юбки соединяло чтобы начать вязать пояс да уж хоть я и не вязала им тарсию но это была моя первая юбка сейчас закончу пояс надо постараться вставить резинку и сшить потом и в этого супер саша из-за текста ничего не видно ой 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 ну я буду стараться немножко повыше так тоже на ю тубе по правило всем привет опять не попадаю на прямой эфир еду в метро с работы тороплюсь домой убирать хвостики делать в этого приветик вам так ну все я тогда чуть чуть повыше если не видно так ищем теперь вот мы дошли до фисташкового где-то тут у нас должна быть фисташковая ниточка вот она ищем и ее и вот когда я закончила сшивать терракотовый у нас терракотовый цвет закончился я просто эту нить оставляю потом ее на изнаночной стороне спрячем и беру фисташковую очень важно здесь не забыться да и не с и не сшить вот такой нити другого цвета хотя если вы всю юбку сошьете терракотовым цветом ничего не случится будет все идеально потому что этот шов не заметен совсем так беру я этот террак фисташковый цвет сейчас посмотрю вот эту вот спрячу еще ниточку сюда чтоб она у меня аккуратненько было то есть она у меня должна закончиться на том месте на котором начинается мой фисташковый цвет чтоб все было четко так теперь я беру фисташковые продолжу как у меня идет с этой с правой стороны нить я буду дальше сшивать на левой стороне подхватывают точно так же как и подхватывала до этого кромочные петельки здесь терракотовую подтянула нам что-то сильно вылезла вот так супер подхватила чуть-чуть подтяну а теперь дальше еще фисташковый цвет еще кромочные мои вот я закончила на вот этой терракотовый значит следующая моя часть вот эта фисташковая цепляю у ее пояса цепила цепляю и подтягиваю здесь тоже внимательно смотрим подтягиваем ниточки чтобы мы не пропустили ни одну петельку чтобы у нас тут не получилось дырочки вот здесь мне кажется у меня какая-то белиберда дырочка да поэтому я проверяю еще раз правильно ли я закончила правильную ли я петельку подхватила так вот тут еще подтянем я вижу что кромочная не подтянутая здесь терракотовый подтянем может быть мы тогда закончим терракотовым вот так так вот подтянули и теперь возьмем фисташковый если мне что-то не нравится я не продолжаю сшивать я все равно пытаюсь это место исправить вот мы подтянули все дырочка исчезла супер дальше теперь я ищу снова тут кромочные и рабочие петельки подтягиваю да вот так уже стало лучше снова тут еще кромочные рабочие подтягиваю теперь с этой стороны кромочные и рабочие между кромочные рабочие вставляю подтягиваю и здесь дальше подтягиваю и пошла дальше вот так вниз не сильно затягиваем чтобы не перетянуть чтобы у нас юбка не получилось короче из-за шва на спинке но и не расслабляем если мы расслабим то у нас будет заметен этот шов и нам нужно что петельки аккуратно друг дружки были ну как бы знаете соединенные друг с дружкой вот что получается тоже не видно шва вот эту петельку я даже хочу немножко подправить чтоб она у меня была вот такой центральной вот видите теперь у меня аккуратно треугольничек получился и здесь тоже на терракота вам ничего не видно если вы замечаете когда вы сшиваете что у вас тут перекос какой-то например этот зигзаг ушел вверх этот достаточно низко значит вы неправильно что-то подцепили пропустили какие-то петельки возвращайтесь назад и все это переделываете вот здесь у меня получился идеальный треугольничек я еще вот так чуть-чуть подправила петельки значит все в порядке шьем дальше нитка идет слева значит мы возвращаемся на правую сторону ищем рабочую петельку и длинные кромочные вставляем иглу между ними сверху вниз и подтягиваем сшивание занимает ну не знаю минут десять наверное если вы так без разговоров без демонстрации просто аккуратненько вот так вот вставляем иголочку подтягиваем не сильно чтобы у нас слишком не был затянут шов еще как проверить вы должны вот так потянуть вашу юбку вверх вниз и она должна у вас пружинить если пружинит значит шов не тормозит ничего значит он у вас ложится идеально правильно и не будет вашу юбку слишком держать в определенном состоянии до тянуть не будет сшиваем вот у нас пока идет фисташковые ниточки хватает вы помните вам говорил оставляем длинную ниточку на с краешку чтоб не добавлять еще дополнительные для сшивания как раз мы ничего не добавляли мы сшиваем нашей рабочей ниткой которой мы вязали юбку за счет того что оставили длинный кончик и сшиваем 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 пока не дойдем до ну вот смотрите уже хорошо получается еще потом когда прогладим паром шва не будет видно совсем сейчас читаю что вы пишете добрый день начала наконец интерсию седьмой ряд в работе 27 . как ворочать так чтобы не путаться поняла очень быстро но вы бы видели как это выглядит здорово главное что вам все понятно и вы получаете удовольствие я надеюсь да что вы получаете удовольствие почему нужно вначале в эту а потом уже вставлять резинку но резинка у нас сдерживает наше полотно в любом случае потому что у нас талия поменьше чем вы связали вот здесь все-таки резинка такая достаточно широкая то мне тут держит спицы и а если бы спиц вернее вот это вот леска от спицы если бы спиц не было она бы мне не была такая аккуратненько она была немножко в растопырку если сразу вставить резинку резинка очень сильно сдерживает вот этот пояс и нам нужно чтоб ниточки расправились абсолютно свободно чтобы они вот легли так как им удобно а потом уже это красивое ровненькое полотно мы дорабатываем доделываем саша ты можешь растянуть шов стороны нет ли отверстие кажется что стежки очень большие а то вот так наклониться там труселя будут видны давайте растянем я сама делала этого посмотрим вот если растянуть шов видим все равно в любом случае потому что там кромочные но дырочек нет дырочек нет ничего не просвечивает ничего не видно вот если его так немножечко до растянуть то он тоже немножко виден но никаких дырочек нет а если сильно то тем более ничего нет главное не сильно затягивает но если вы будете слабо затягивать то это будет видно вот спокойном состоянии у вас должны петельки быть ну вот не заметен да этот шов должен быть петельки должны лежать плотно друг другу если вы будете рыхло сшивать то даже здесь уже на этом этапе у вас будут проплешины спасибо что есть повторной ю тубе можно посмотреть спокойно с остановками пошла да вижу пояс до сшивания еще далеко всем удачного вечера и ровных петелек вернее ровного шва спасибо если я вижу не полой резинкой а лицевыми и подгиб нужно дырочку для резинки оставить и потом зашить обязательно да ну вообще в целом я бы советовала вам связать вот вверх этот пояс потом уже дальше вставлять резинку и одновременно с вставлением резинки подшивать изнаночную часть то есть потихоньку потихоньку вы подшиваете изнаночную часть и резинку свою тоже там добавляете ну естественно в это тогда мы делаем до подгиба то есть связали в два раза выше сделали в это а потом подогнули и резинку вставляете как красиво получается шов совсем не видно здорово и для резинки в это они на пользу но это да конечно с каждой стиркой резинка может деформироваться но в целом ну мне кажется что если вы будете аккуратненько делать в это и правильно стирать да тоже не в горячей воде то должно быть все в порядке я про длинные кончики вспомнила только на последнем зигзаге эти если вы вспомнили про длинный конец на последнем зигзаге что мы делаем у меня тут есть где-то кусочек я отрезала только что лишний я его отрезала и куда-то уже определила что мы делаем сейчас я покажу как добавить ну вы смотрите вот это нитка мнению не нужно уже давать я ее отрежу что тут верхушечку я уже сшила что мы делаем мы отрезаем нить нашу в два раза больше чем нужно ну там не знаю предположим вам нужно вот небольшая ниточка мы берем у меня такой кусочек разделяем пополам она у вас должна расслабиться вы все вязали юбку с такой пряжи которая расслабиться не видела я там часто не встречала какой-то там фантазийный расслаиваем и и он давайте я еще наверное отрежу чтоб вам было удобнее смотреть расслаиваем ее на две части моя нитка состоит из трех из трех маленьких ниточек я возьму вот эту часть которая с двумя ниточками одну вытащу расслаиваем для того чтобы сейчас сложить ее в два слоя чтобы она не была слишком толстая при сшивании чтобы ее не было слишком заметно но и в то же время чтобы она не оказалась слишком тонкой да поэтому берем вот у меня если три ниточки я беру ту которая с двумя состоит из двух вытаскиваю вот эту одиночную убираю что мне остается у меня остается моя нить но не такая толстая как вот это моя настоящая потому что я ее разделила соединяю два кончика вот так рядышком и вставляю это все в иглу и что мы имеем у нас нить в два раза тоньше но при сложении в два слоя она получилась такой же толщины как и моя нить которой я вязала а на конце у нас петелькой за эту петельку мы можем спокойно нить закрепить без кончика лишнего ну вот давайте я тут покажу например тут нам нужно дальше сшивать вот я хватаюсь за кромочную петельку продеваю свою нить это коричневая нам мешает продеваю свою нить вставляю иглу в эту петельку которая образовалась все мы закрепили нить она у нас такой же толстиной как и моя рабочая но нет ни никакого лишнего кончика и продолжаем сшивать ну да когда вы сошьете то этот конец у вас останется но при сшивании таким образом вот каким я сшиваю конец тоже остается то есть по сути мы добавили нить совершенно безопасно без лишних каких-то кончиков которые нам нужно прятать вот таким способом тогда добавляйте если вы забыли добавить нить ну вот в процессе вязания у вас останется тот маленький кончик вот этот вот которые вы отрезали до новые вы будете прятать шов тоже нет ничего страшного дошла я до коричневого цвета еще длинную нить вот ведь у меня один кончик короткий я его оставила мне не нужен длинный один длинный вот этим длинным буду сейчас сшивать тоже мне сейчас на этом этапе очень важно сшить зигзаг так чтоб у меня тоже образовалась вот такая центральная петелька и чтоб не было никакой дырочки сейчас внимательно посмотрю где тут закончила вот мы закончила я здесь тут у меня отсюда выходит нить наверное я еще раз закреплю в эту сторону пройдусь чтобы не было дырочки на всякий случай вот сюда вот вот так чик зелененькой сюда наизнанку и и выпущу и попробую сейчас коричневым дальше сшить чтоб не было дырочки вот как раз между фисташковым и коричневым вставляю иглу подтягиваю еще дальше здесь свои кромочные подтягиваю еще чуть-чуть пройдусь так будет виднее получилось у меня или нет подхватываю кромочные протягиваю вот что у меня получилось эти ниточки я еще подтяну чтобы у меня ничего тут не было никаких дырочек центральная моя петелька от зигзага вот это я так понимаю так здесь у меня проверю есть две ниточки коричневые фисташковые все супер и это я сшиваю но вот зигзаг у меня тоже вроде получился сшиваю дальше посмотрю что там пойдет как дальше ниже ниже у меня уже должен снова быть терракотовым подтягиваю аккуратненько сильно не затягивая еще раз внимательно смотрю получился ли у меня треугольник ну вот получился вот эта петелька выше вот это коричневенькая вот она выше дальше идет ниже это и ниже этому все зигзаг получился супер продолжаю вязать вот на этом этапе у меня уже без перешивания получилось подхватываю кромочные еще которые в два раза длиннее чем рабочий и вставляю иглу между кромочными и рабочими петельками очень легко сшивается и шва видите практически не видно ну конечно можно присмотреться его увидеть можно конечно вот так чуть под расширить это же его увидеть но в целом спокойном состоянии все очень хорошо выглядит швов нельзя бы не нужно бояться если аккуратно правильно сшивать то швы будут очень аккуратные сейчас я дойду до терракотового и посмотрю что у меня там с ниточкой оставила ли я там себе длинную ниточку тут кстати на этом этапе могут повылазить они у меня тоже не везде ровненькие могут повылать петельки которые вот перед кромочными и после кромочных знаете они иногда бывает 1 выше 1 ниже 1 больше 1 меньше 1 более рыхлая другая более плотно вот тут у вас это может вы вылазить если у вас такое вылезло но вот смотрите на коричневом вообще да не видно супер здесь еще что-то виднеется такое вот на коричневом на темном вообще идеально я даже вот вблизи смотрю и не видно где тут шов если у вас такое вылезло вы просто иголочкой эту петельку какую-то которую вас более плотная подтягиваете и так аккуратненько подтягиваете по всему шву дошла я до этого места тут нужно сделать разрезик в принципе но я не хочу это делать сейчас почитаю что вы пишете и закончим добрый вечер вышиваю свою юбочку и впитываю информацию женя добрый вечер очень жду вашу юбку добрый вечер саша не в тему если юбка с клиньями без антарсии сколько дз я отмечу просто все домашние не скажу сейчас потому что не смогу посчитать отмечу все домашние задания выполненными которые не относятся к вашей юбки и все как шов называется вроде матрасным не сказали девочки у вас сашенька всегда все получается как говорится мастерство не все поняли спасибо я пояс сшиваю уже почти готов всем приветики рукодельницы привет добрый вечер саша что-то у меня резинка не получается когда начинаю новый круг там резинка не двойная все правильно у вас получается на стыке вот рядов у вас не будет полой резинки она у вас будет там немножко с протяжками если у вас сама резинка который вы потом будете вставлять шириной примерно 12 сантиметра это не повлияет ни на что она хорошо туда впишется войдет не будет опорщиться если у вас резинка больше двух сантиметров то я скинула в наш канал telegram для участниц интенсива видео где я показываю как сделать аккуратную загибку это видео было у нас в интенсиве по свитеру оверсайз я показывала как сделать ворот красивый вот посмотрите тот вариант и сделайте так я маме помогала в далекие 90 сшивать шапки таким швом о супер как ловко быстро просто завораживает смотреть мне еще вязать и вязать спасибо идеальный шов цветотерапия такая юбка получилась очень необычная по цвету но я думаю что найду я с чем носить мне аж самое интересно спасибо девочки за ваши слова тут вот я нашла длинный рыженький кончик или терракотовый так до сих пор не знаю но это терракотовый все-таки цвет тут вот коротенький у меня коротенький я просто так наизнанку спрячу и здесь этот помните да я как обычно делаю коричневый вот этот предыдущий цвет я вставляю в противоположную сторону так у меня не получается дырочки теперь беру терракотовый и буду сшивать уже юбку до самого низа подтягиваю потому что он у меня тут уже раз лябался и сейчас попробую снова соединить этот треугольник что у меня тут получится с этим треугольником здесь получается полная билиберда мне вообще не нравится это я буду переделывать здесь мне скорее всего нужно вот эту коричневую еще раз еще раз вот тут подшить скорее всего чтоб вот вот видите вот теперь треугольник соединился а теперь этой рыжей я продолжу терракотовая которая так давайте еще раз посмотрим что у меня тут получается получается ли у меня треугольник чуть чуть пройдусь прошью чтобы было лучше видно и если у нас где-то какая-то ошибка вот тут у меня может быть ошибка потому что она как-то не ложится у меня терракотовую петельку и и не подтягивается да совсем вот это надо петельку подтянуть вот вот но вроде получилось вроде получилось вроде треугольник получился все в порядке если вот тут я что-то напортачила и неправильно сшила то я сейчас дойду до резинки и резинка у меня будет перекошенная вот давайте проверять я лучше пройдусь вниз проверю это чем буду сейчас тут гадать точно также подхватываем как и раньше мы это делали подхватываем подхватываем и кстати тут снизу резинки где у нас резинка я советую юбку сшить снизу вверх где-то до начала резинки чтоб у нас ниточки вот эти так вроде хорошо чтобы у нас вот эти ниточки соединились не самого края юбки чтоб тут не было никаких узелков а где-то вот тут посерединке между резинкой и между лицевой гладью я дойду до резинки где-то примерно так остановлюсь но вы давайте тут остановить остановимся и теперь я просто тоже нить оставляю теперь я хочу сшить свою резинку снизу вверх чтоб кончики у меня остались в серединке где-то здесь они на краю и заодно посмотрим как у меня там все сошлось или нет переверну юбку чтоб мне удобно было сшивать тут я делаю такую небольшую закрепку чтоб у меня тоже петельки не расходились я вставляю вот сюда вот в дырочку такую вот она у меня тут хорошо видно между кромочной и рабочими петлями вставляю в дырочку иглу потом еще раз вставляю здесь вот такую как бы восьмерочку делаю чтобы у меня хорошо закрепилась и буду сшивать дальше здесь помните мы с вами когда петельки на резинку набирали я вам говорила что было четное количество петель если у вас нечетное количество петель и так получилось что 2 лицевые рядом потому что то должно идти чередование лицевая и изнаночная вот моя лицевая рабочая вот моя изнаночная мне что все получится но если у вас тут две одинаковые петельки значит вы цепляете не между кромочной и рабочей петлей а цепляете между 1 рабочий и 2 рабочий вот так чтобы у вас рабочая одна петелька ушла на изнаночную сторону и чтобы две лицевые у вас оказались то есть наоборота лицевая изнаночная у вас оказались рядышком мне здесь этого не надо потому что я набирала четное количество петель и я вставляю здесь иглу между кромочной между своей изнаночной ставила подтянула дальше тут еще кромочную и теперь уже лицевая у меня чередование дак лицевая и изнаночная должны оказаться рядом на резинке ставила подтянула снова здесь вставила и подтянула тут возможно неудобно вам будет сшивать будет маленькая такая дырочка но вы попробуйте потому что все таки лучше когда у нас будут кончики посередине они самого края так в принципе и всю юбку можно сшивать снизу вверх но мне от пояса сшивать удобнее смотрим совпадает ли у нас тут резинка все ли у нас сошлось сейчас если что-то не сойдется то будем переделывать и вот моя петелька которую я добавляла для вязания зигзагов где-то она у меня тут должна быть вот она у меня вот она у меня то есть я слежу внимательно чтоб я ее не захватила так как я набирала четное количество петель на свою резинку и нечетное мне нужно было на зигзаг я добавила одну для зигзага после резинки вот она мне как раз тут и есть но все дальше я уже сшила у меня вроде все сошлось вот тут некрасивая дырочка сейчас как-то это поправлять я еще раз внимательно проверили может просто нужно затянуть вот эту так ведь и как-то ложится некрасивым это нужно исправить почему вот эта петелька легла некрасиво вот это у меня как-то перетянутая получилось сейчас я вот тут подтяну переверну что-то мне тут не нравится сейчас будем думать еще нам нужно на изнаночной стороне спрятать ниточки сейчас мы будем этим заниматься вот мы внимательно смотрим у нас идет изнаночная она переходит в лицевую которая вот кривится и не хочет ложиться дальше идет вот следующая лицевая с резинки и вот добавляется одна петелька и и хорошо тут видно для вязания зигзага вроде у нас все нормально наверное еще вот этой нужно ниточкой сейчас я не вытащу вот этой ниточкой нужно так и теперь вот сюда вот наверное сейчас она получится да вот сейчас получилось я просто один стежок не сделала вот супер теперь все сошлось аккуратно вот здесь кстати немножко видно дошел вот здесь например у меня петелька какая-то слишком вытянутая я ее немножечко хочу подтянуть чтобы она была поменьше а вот это наоборот малышка какая-то ее нужно тоже чуть-чуть подтянуть чтобы такая маленькая ну вот уже немножко лучше так читаю что вы пишете что это так жалко что интенсив подходит концу да мне тоже жалко мне тоже жалко всегда какая красотища выходит следующий интенсив не примерно буду с вами трудиться давайте девочки если кромочные изнаночной провязывать также аккуратно можно сшить я не пробовала честно на образце попробуйте так я первый раз в интенсиве все очень нравится мы следующий раз буду на детей вязать можно и на детей да так и мне жалко что интенсив подходит концу очень воспитывает в работе очень стараюсь создать дизе вовремя и аккуратно он не так приятно читать саш если я не успею до 14 дошить можно будет тебе с вопросом позже обратиться да 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 можно спрашивать после интенсива саша еще ни разу не отказала в помощи в интенсиве без него так у саши некрасиво что же делать нам тогда ну вот как раз я вам и показываю что я живой реальный человек и что не бывает все бывает конечно но я имею ввиду что и у меня тоже не бывает с первого раза иногда нужно что-то переделывать нужно разобраться почему ну что так произошло почему так легли петельки распустить перешить и специально сшиваю с вами здесь чтобы вы видели как я работаю потому что но некоторым кажется что прям все знаете у мастеров все супер все с первого раза а если вы начинаете ошибаться то вы думаете что с вами что-то не так и с вашими руками что-то не так ну я лично для меня ничего нет страшного если вдруг я где-то что-то распущу перед но и перешью и так далее но вот у нас получился такой шов он еще у нас никак не обработан просто сшила и все мы его еще паром обработан он будет немножко ровнее вот тут на зелененьком капельку видно или я придираюсь не знаю на коричневом вообще супер и здесь на рыженьком в принципе тоже все хорошо в целом если не знать что здесь где-то есть шов да вот посмотрите то ну можно в принципе и не догадаться что он там есть я первый раз но планирую предыдущие посмотрите повязать лапа пейсу например ой лапа пейсу да 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 лапа пейсу да очень красивые получаются у девочек которые вяжут по моим видео не было акцента на том что кромочные надо вязать лицевыми кромочные вяжите как угодно я говорю про то что у меня не было опыта я не вязала их изнаночными я не могу сейчас сказать как у вас получится скорее всего получится тоже хорошо потому что мы здесь самое важное это аккуратненькие рабочие петельки а то что с изнаночной стороны я думаю что получится даже при вязании изнаночными петельками так к тому же вы не спрашивали можно так вязать или нет так я вижу кромочную изнаночной сбоку косичка все отлично сшивается не переживая супер вы имеете ввиду если кромочную последнюю изнаночную провязываете первую сшивать вот это вы имеете ввиду если это если у вас получается косичка вообще не имеет значения как вы провязываете я вижу так как удобно но это не значит что мой способ единственно правильный вот если косичка получилось все супер потому что но большинство девочек вяжут в последнюю изнаночную это нормально все лог будет пришивание изнаночных вы же за ними сшиваете если по краю будут пупырки вместо косички шов может быть немного выпуклым но не критично я не думаю что он будет более выпуклым чем вот из лицевых так что все спокойно сшивайте выворачиваю юбку и хочу сейчас еще спрятать кончик где-нибудь на серединке спрячем не знаю там на фисташковом свете таком более более понятным для глаз эти ниточки я еще потом буду прятать я еще не все спрятала здесь вот на стыке двух цветов там с лицевой стороны мы все проверили посмотрели вот кстати если вы правильно сшили то у вас тут должна получиться косичка из двух вытянутых лицевых петелек завязываем но тоже не сильно не туго потому что туго мы можем там лицевую сторону подпортить завязываем чтоб ничего не разошлось дырка никакая не образовалась на попе ничего не распустилась вот и теперь можно если длинный кончик вдеть в иголочку и дальше спрятать ниточку если короткий можно крючком и здесь мы вот у меня два способа знаете прошлый раз когда сшивала юбку я искала вот эти петельки которыми мы сшивали нашу юбку вы тут и хорошенько увидите вы увидите они идут такими вот горизонтальными вертикальными стежочками один стежочек вот второй вот третий вот четвертый они отличаются от кромочных и от рабочих петелек я оставляла вот так в эти кончик нити попробуйте либо так либо счет способ покажу и все было тоже очень аккуратно они такие и отсюда ниточка не вылезет к тому же вы тут сделали узелок вот после того как выше поэтому советую обработать пары еще дополнительно закрепить привалять все ваши кончики вот и вывод так вот эти стежочки прячете вашу ниточку так ну дальше можно не продолжать вот этого достаточно увидеть чего незаметно я теперь ножничками прям вот под корень отрежу эту ниточку готова вот спрятали мы и ничего не видно либо можно другим способом тоже вот возьму коричневую тоже я его показывала тоже я так делаю я подхватываю под вставляю вернее иглу под кромочные петельки вот у меня вытянутая кромочная вставила в одну теперь под кромочную вставляю в другую главное чтоб не шла под кромочными чтобы ее не было видно снова под кромочную в одну сторону и под кромочную в другую сторону и вот так чик-чик зигзагом получается я прохожусь по всем кромочным пока хватит ниточки конце тоже отрезаю здесь я тоже стараюсь спрятать под ту нить которой я сшивала вот она это такой вертикальный стежок вы его увидите немножко подтягиваю сильно не затягиваю это же видите ничего незаметно отрезаю тоже тут под корень не оставляю кончика вот готова так я прячу ниточки давайте почитаю что вы пишете так я это имела виду последняя изнаночная а если последняя изнаночная вообще ничего страшного все как у меня будет один в один это просто я так вижу не знаю с детства привыкла и вижу именно так снимаю первую нить перед петлей а последнюю провязываю лицевой за заднюю стенку то есть бабушкиным способом а как вяжете вы не имеет значения если у вас получается косичка все супер тут еще спрячу вот смотрите если вы еще завяжите узелок то вот это ваша из косичек кромочных такая полосочка до нашел он будет но перекрыт узлом это будет некрасиво поэтому я возьму крючок продену свою ну вот предположим терракотовую ниточку продену вот так под низ кромочных чтоб когда я буду завязывать узелок чтоб он у меня лег красиво а не поверх моего шва завязала подтянула и опять до коричневую мы прячем в коричневую сторону терракотовую терракотовую тоже возьму иголочку и пройдусь с этой стороны захвачу под горизонтальные такие стежочки вот один стежочек 2 3 4 это те стежочки которыми вы сшивали юбку вот под эти стежочки я прячу свою нить они плотные она лучше держится там вот я показала вам два способа вы попробуйте так и так как на вашем вязаном полотне будет лучше протянула тем не вот и такого кусочка достаточно отрезаю готовым и теперь коричневую так ясно главное чтоб косичка получалось верно-верно первую снимаю последнюю изнаночную всегда косичка верно способ провязывания не имеет значения так и здесь нам главное не встретиться с той ниточкой которую мы только что спрятали коричневую потому что можно слишком знаете слишком будет много всего и и слишком большой толстый шов получится поэтому я сейчас дойду до того момента где я закончила вот эту ниточку вести и отрежу так и здесь можно вот так пройтись вниз чтоб кончик ниточки смотрел вниз они вверх вот получается он смотрит вниз тоже отрезаю готова ниточки убираю ну вот шов у меня уже почти готова здесь еще можно подрезать чтобы он не выглядывал так вот супер теперь он не выглядывает что у нас здесь снизу сейчас еще почитаю девочки я третью неделю постоянно в чате как я до этого без вас всех жила спасибо саша за то что нас собрала мы ведь не расстанемся после интенсива и саша будет с нами но из чата я ни у кого не никого не удаляю поэтому спокойно можете там общаться смотрите тут обе ниточки идут сбоку если я завяжу узелок вот этот шов не перекроется поэтому я спокойно сразу же завязываю ниточку никуда не представляю вот завязала супер что мы делаем здесь если я пойду вниз то я остановлюсь где-то украли это будет некрасиво кончик может быть вылезти и все будет ужасно поэтому я скорее всего одну поведу вот по этой стороне а другую выведу через кромочные сюда и пойду по этой стороне давайте сначала вот эту протянем потом следующую вот я еще эти кромочкой не кромочные простите и петельки которыми я сшивала и продеваю иголочкой здесь очень важно чтобы нить и вот эти ваши которые вы прячете концы они не вы не вылезли у вас на лицевую сторону и никак эту лицевую сторону не попортили если случилось так что вы начали ну вот цеплять примерно вот так и вроде здесь на изнанке все супер а на лицевую сторону переворачиваете у вас тут какие-то нитки вот так не стоит делать то есть обязательно если вы нашли там какой-то супер удобный способ прятать нити обязательно смотрите что у вас происходит с лицевой стороны с изнанки может быть все супер вы довольная а на лице будет как раз это все видно так вот я немножко спрятала теперь отрезаю это же самое делаю с этой ниточкой только на другую сторону ее направлю здесь опять же пройдусь под кромочными вот под одной кромочной чтобы тоже вот этот вот рубчик такой красивый не сместить и под другой кромочной все я вывела ее на эту сторону и тут совершенно незаметно что я это сделала и теперь буду дальше прятать таким же способом что у нас там по времени сашенька покажите как убирать дырочку внизу зигзага это показывала я вчера когда мы вот эти ниточки прятали так что вчерашний эфир посмотрите и все поймете вот здесь видите я вылезла на эту сторону здесь я закрепляла вот эту поэтому я остановлюсь этого будет достаточно эту я отрежу а так ниточка которую меня вылезла я ее спрячу обязательно так спрятала эту и теперь можно подрезать это еще больше вот подрезана спрятала все супер ничего незаметно это я показывал здесь я не доделала до вчера это я показывала во вчерашнем эфире поэтому пересмотрите ну вот видите у меня какой шов получился без всяких ниточек все спрятаны все супер давайте камеру я переверну и закончим прямой эфир завтра я еще два да расскажу да покажу вот это пупышка вот которую я показывала когда я сюда ложила маленький моточек пряжи она так и высохла но это после думаю после того как я обработаю паром она исчезнет все супер вот такая замочная сторона моей юбки закончились и осталось у нас как раз три минутки но и окошко прям очень внимательно следить за твоими руками на выживатель из морги здорово прикольно вижу лицевыми пояс подгиб лучше сделать рядом изнаночных или просто подогнуть и подшить это чисто знаете дело вашей дизайнерской задумки можно сделать такой зубчиками такими знаете зигзаги такие то есть 2 вместе накид 2 вместе накид 2 вместе накид и будет зубчик и подвернуть можно провязать изнаночными и подвернуть можно сразу подвернуть это уже как хотите ну тут дело вкуса удобно сидеть на шве я мне кажется что этот шок не будет вам мешать потому что он настолько маленький во-первых а во-вторых он находится как раз четко посередине сидите вы на попе поэтому я думаю что он мешать не будет все будет нормально в принципе если вас это волнует но это на будущее уже да сейчас мы с вами юбку перевязать не можем если вас это волнует тогда вяжите двумя деталями чтобы у вас были два шва по бакам это тоже можно из проблем этот шов принципе можно и на боковую часть он такой незаметно что можно и на боковую часть его перевернуть мне кажется что шов на попе это ничего страшного саша если не вытачки а убавки в каждом четвертом нормально каждом четвертом ряду еще лучше будет чем в каждом втором это будет более плавно более красиво если это позволяет ваши расчеты позволяют да ваша юбка то будет еще лучше я тут пока прячем ниточки но девочки будем прощаться я показала как сшивать если будут какие-то вопросы по ходу дела задавайте и жду ваши домашние задания домашнее задание у вас 9 это скинуть изнаночную сторону ваши юбки вот где вы все ниточки спрятали и последнее 10 домашнее задание 11 я убрала у нас было 11 домашних заданий кто помнит но я его убрала за ненадобностью и вот как раз десятое последнее домашнее задание это скинуть полностью готовую юбку уже там на вас желательно либо просто в разложенном виде после этого уже сухую сшитую готова в интенсиве не участвую но исправно смотрю все эфиры сашенька вы умничка спасибо за это время связала дочки свитер и платье начала здорово какое хорошее завершение у нас прямого эфира до завтра завтра я бы делаю вместе с вами юбку я думаю что обсудим наш интенсив всем пока нет еще нет